Итак, всех приветствуем. Ну что, самое время попытаться разобраться, что у нас тут вообще за сокровище полуночных островов. Я уже прибыл в необходимую локацию, которая называется Сумрачный Грот. Итак, в этом мрачном гроте к поверхности приближается подземная река. Никто не знает, как глубоко текут её воды. Некоторые говорят, что по ней можно доплыть до самой бездны. Ну вот сейчас посмотрим. Так, чё он делает вход в эту бездну? Опа. Ну, ладно. Соли по всему, где-то здесь, да. Вот оно. А это выход. Но я ещё наверх хочу сбегать, посмотреть. Может, там чё-нибудь полезное лежит. К сожалению, ничего полезного. Ладно, спускаемся вниз. Соли по всему, где-то здесь. Мы передаем. Угу. Сохранимся и поговорим с этими товарищами. Подойди-ка сюда, наземник. Полстяк с белесой кожей недовольно щурится, прикрывая выпученные глаза рукой между пальцев, на которые видны перепонки. Как же у вас отвратительно ярко, даже в этой пещере. Идём-ка с нами в поход. У меня можно купить всё, что нужно в дорогу. Ты ведь хочешь вернуться назад? М-м-м. Ишь ты чё. Расскажи о себе. О себе? Да разве есть во мне что-то интересное? Ну, что ты хочешь знать? Так, кто ты такой? Имя моё ведают волны, но ты можешь звать меня Капелланом. Я приглядываю за этим морячком Кормчем и его судном. А заодно и за теми хабрецами, что отправляются покорять Ишиар. Или стать его пищей. Угу. Гордый лорд демонов со своими царствами. Лишь клочки пены на его поверхности. Ты жрец, и кому ты служишь? Тому, кто старше и смертных, и демонов. Тени в глубинах прародителю вод солёных и пресных. Тому, кто ждёт тебя, дитя моё. Тому, ой, тебя и каждого, кто осмелился выйти в море. Быть может, не сегодня и не завтра. Но рано или поздно твои странствия приведут тебя к нему на самое дно бездны. Тень в глубинах Капеллан служит Дагону, лорду демонов, что повелевает океанами и морскими чудовищами. Знание религии сработало неплохо. Так, чем ты торгуешь? Всем, что тебе может понадобиться в странствиях. Оружие, броня, зелья, свитки. Если вернёшься из плавания живым, не забудь заглянуть ко мне. У меня частенько появляются новые товары. Понятно. Так, а если мне нужна помощь жреца? О, это вовсе не трудно. Хотя и не бесплатно. Купи у меня свиток с любым заклинанием, которое тебе нужно. Пока ты здесь. На суше я прочту его для тебя. Только не вздумай идти в море без жреца. Оно легко глотает тех, кто смеет надеяться лишь на собственные силы. Так, ну вот у него свитки, 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 свитки. Много-много свитков. Понятно. Ингредиенты склянки. Ну, типа... О, ничего себе, даже эти есть секилья. Рецепты. Ну да, неплохо, неплохо. Прям нормально в него так жирно насыпали. Так, а второе, что у тебя там? Обычную экипировку. Ой, ну и кал у тебя продается, дружок. Я что-то невидимое ему продал. 234 монеты. Ладно. Но это все кал. Это все полнейшее говнище. Тюп. Подойди-ка ближе, золотко. Сгробленное существо, закутанное в ветхий плащ, манит вас длинным кривым пальцем. Его негромкий, хриплый голос больше похож на скрип ржавого металла, чем на человеческую речь. Молодой, сильный, отважный. Как астаки мне и нужны. Скажи-ка, ты хочешь разбогатеть? Напасть умри, чудовище. Так, кто ты? Нажми мне Хельмсмен. Зови меня корм, чей. Ага. Так, о каком богатстве ты говоришь? О, величайшем сокровище полуночных островов. Я знаю дорогу. У меня есть корабль. Но я слишком стар и слаб, чтобы добыть его в одиночку. Так, куда направляется твоя экспедиция? Прямиком в бездну. Не бойся, я не имею отношения к этому глупому вторжению и нелепой войне. Просто грань между планами здесь тонка. Вот я и заглянул в поисках храбресов. Мы отправляемся в нейтральные воды, на полуночные острова, что в океане Ишиара. Ладно. Удовлетворенно кивнув, старик жестом приглашает вас в лодку. Это его лодка, да? Похоже на то. Сундук кладоискателя. А, ну это, это мое все хозяйство, да. Продолжим путешествие. Навигатор какой-то есть. О, привет. Ты с новой командой, да? Вам приветливо улыбается эльфийка с обветренным лицом. В руках она держит толстую потрепанную тетрадь. Я и сила, навигатор. Куда бы мы ни плыли, я помогу тебе добраться. Хм, и что ты делаешь на корабле? Над Ишаром веют незримые ветра, а под его поверхностью таятся подводные течения. Все их не знает никто. Но, скажу, не хвастая. Ладно, похвастаюсь. В этой тетради записаны названия и направления по меньшей мере четверти из них. Навигатор довольно похлопывает по обложке своей толстой тетради. Обычно я беру на работу, заработок углу сумму, но вам повезло. Этот корабль ходит в такие места, что я каждый раз записываю что-то новое. Так что мы с Кормчем договорились. Я предоставляю свои услуги в обмен на возможность спокойно вести исследования, не сходя на берег. Расскажи о ветрах и подводных течениях. К каждому путешествию сопутствует незримый ветер судьбы. Я повидал много ветров. Одни несли удачу, другие невзгоды, третьи невозримые странности. Но такого ветра, как тот, что сопутствует тебе, я еще не встречала. Навигатор замирает, словно вслушиваясь во что-то неразличимое ухом. Потом слюнявит палец, поднимает его над головой и удовлетворенно кивает. Как я и думала, другие покорно следуют туда, куда их влечет Рок. Но ты не такой. Ты сам направляешь ветер своей судьбы. И он все сильнее. Не ветер, а настоящая буря. Волны, которые ты создаешь на своем пути, еще долго будут хлистать. И галларион и другие планы бытия. Для кого-то наше путешествие стало бы делом всей жизни. Но для тебя, похоже, это просто небольшой развлекательный круиз. Подводные течения совсем другое дело. Они коварны и изменчивы. А их влияние ты почувствуешь не только на палубе, но и на берегу. Высаживаясь на остров, смотри внимательно, какое течение тебя туда принесло. Или можешь не вернуться. Я нашел на острове какое-то странное зелье. Ты что-нибудь знаешь о нем? О, это же Ихор. Исила почтительно осматривает склянку в ваших руках, но сама к ней не прикасается. Ты ведь знаешь, что острова, по которым мы плаваем, это останки лордов-демонов. Они давно мертвы, но иногда бывает кровоточат. Так вот, на островах и появляется эта жидкость. Если тебе совсем себя не жалко, можешь попробовать Ихор на вкус. Говорят, в нем заключена частица силы лордов-демонов, но и частица их проклятий. Так что последствиям не удивляйся. А вот что тебе точно не удастся, так это его сбыть. Простые торговцы Ихор в руках боятся держать. Но, а на простых, ну а на непростых ни у меня, ни у тебя выходов нет. Так что или прибереги его для трудной битвы, или просто вылей за борт. А ты поможешь нам сражаться? Нет, конечно, я навигатор, а не головорез. Но зато я помогу привезти эту посудину туда, где вас ждут сражения и сокровища. Вас ждут, я подчеркиваю, не меня. Понятно. Тут еще какой-то мужик в черном столе, вот он, да. Охранный голем просто обычный, да. Вернуться на Галларион. Ну, разик, пробежимся по этому безобразию. Так и договаривались. Бедный конь. Здравствуй, золотко. Так, ну ладно, по новой, кто ты? Зви меня кормчей. И снова, кто ты такой, расскажи о себе. Я тот, кто знает под сокровища, что такого есть корабль, больше мне нечего сказать. Что ты можешь сказать о навигаторе? Хорошая девочка, умная, старательная. Так много знает о морях, обо всех этих ветрах и течениях. Да, для моего корабля она оказалась настоящим сокровищем. А что за сокровища мы ищем? Ты знаешь, из чего сделаны полуночные острова? Трупы. Множество мертвых лордов-демонов, убитых королевой Сукуб. Кормчей заходится в припадке сухого кашля. Первого величайшего из них звали Нахиндри. Он был сказочно богат. Его сокровища до сих пор разбросаны по островам Архипелага. И каждый из них указывает путь к другому, еще большему. Они словно звенья путеводной цепи. Укажут нам путь к главному сокровищу Нахиндри. Оно мое. Мое, слышишь? От неожиданной вспышки эмоций кормчей вновь разбирает кашель. Остальное мне не нужно. Золото, драгоценности, магические предметы. Все, что ты найдешь, будет твоим. Только собирай для меня звенья цепи. Помоги мне добыть сокровища мертвого лорда демонов. Понятно. А, какие-то звенья цепи собирать еще. Господи. Что за хим... Ох, ё-моё. Ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И, оп, твои, налево. Ну, давайте поглядим, что это такое. Ну, я все еще более чем уверен, что это все херота полная. Так, ну, надо себя немножко в порядок привести. Сейчас тут раскидаюсь по бафам, а то, очевидно, пока мы тут ходим, кто-нибудь захочет на меня напасть. Ну, погнали. Разбафался. Я тут посмотрю, что получится сегодня. Забрайся. Ох, мои любимые выпиливатели уровней и характеристик. Что там, все, представляете? Ну, ничего такого сверхсерьезного. Ладно, поглядим. Много вас тут. Забрайся. Ох, мои любимые выпиливатели. А что, демон побежал, я не понял. Много вас тут. А что, демон побежал, я не понял. Много вас тут. Много вас тут. Много вас тут. Много вас тут. Ну, это, конечно, не повод переключаться на обычный бой. Посмотрим, что там будет дальше происходить. Ну да, они все пуганулись и уносятся от меня. Вау. Я вас еще раз пуганул. Эх, не хочу я на вас ничего тратить, конечно. Так, гадости покидаю, всякие милки. Ты один остался, да? Здесь бедняга, бедолага. Попробуй себя. Все сейчас те силы тут устроят. Или не устроят. Ну, а Тайву тебя может сожрать, это факт. Баффался дольше, чем дрался. Ты очень хорошо, да? Я даже этот мусор собирать не буду. Ничего интересного. Господин. Ничего богства. без риска! Тесна, ругай мою руку! Нормально! До двоих сразу дотянулись! Ну тут наверно тоже у меня получится сразу двоих выпилить. Но... Чё-то жирный какой. Сейчас по шее получишь от командора. Нет, ничего себе. Но он далеко не ушёл. Ну вот это получил. Шикардос. Убей меня, хорошо? Убей! 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 Магические предметы я возьму. Они хотя бы там... Хотя бы немножко стоят денег. Угу. Ничего себе у вас инициатива наролилась лучше моей. Неплохо для... Неплохо для... 13 уровней персонажей. Ой, чё это было? Сокрушение добра. Вау! Вот это да! Да... Чё там... Кулы... Ммм... Вау! А, классно. Ну, а так хотя бы избавимся. А до этого ты типа не дотянулся или что, я не понял. Я буду резистить! Ну, давай куда-нибудь сюда пока что иди. Атака! Опа! Ты хитрый пёс! Ну, не спасла тебя ловушка. Так. Ну, допей этого. Нет, ну и пофиг. Так, а ловушка куда у нас? Туда уходит? Угу. Да, где-то там разгадывается она. Попробуйся. Опа! Ааааааа. Угу. 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 Что-то это большой урон. Вау. Трофеи, конечно, мое почтение. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. С вместе мы стоим. Мы дальше. так стоям возьмем инициативу в свои руки атакуем первыми ах ты и трепёс опять на ловушке стоишь вот шляпе за это а я я я я я я ну ничего страшного а ты кто такой культист тоже уже напуганный культист непонятно опа бегает там запуганный бедняга нет так не можешь жаль лет типа как отдельный ход совсем делается плевать офигеть промах спешите видеть вообще полетели клочки по закоулочкам тут мы тоже закончили вау арбалет на плюс один ассасин какой то ну а валяем где другие пассасины и эх не дошли ну ладно мне уж поднайдать надоедать немножко начинает бегают перепуганные а а оба это чудо там даже пытается сопротивляться а от это и это вот и и и Так, это чё-нибудь соединяются здесь? А, я оттуда пришёл, всё, картинка сложилась. Ну, сюда. Ух ты, какой-то там хер здоровый. Так, ладно, давайте чуть-чуть избавляем обороты. Ну, а это, видимо, последний здесь, да? Что? Салфан бич тюремщика? Воин пятого уровня? Готов. 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 А почему ты не можешь ходить? Видимо, из-за висмута. Ну, ладно. Типа, в этом раунде он сходил уже. Ну, я даже не буду тратить ходы за вас. Ух ты. Ух ты. Серьёзный парень. Метатель топоров. Ух ты. Ух ты. Я wrecked my blade! Круто. Ух ты, как раз. Джесс. Ух ты! Интереснее уже что-то. Ну, хотя бы продать можно будет. Все? Это все? Погодите, а где обещанное это... Ну, там кольца, которые у нас просил этот хер собирать. Типа, где они? Я не понял. Сохранить сейчас. И что, типа мы вот все, этот остров затащили, а звенья нет. Подождите, нет, я чуть не понял. Странно. Ладно, окей. По крайней мере, здесь я ничего похожего не вижу. Ну, посмотрим, что он нам сейчас скажет за то, как мы справились. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, чё? Странно. Я всё-таки ещё раз попробую с ним поговорить. Он мне что-нибудь там более полезное скажет. А, и каждый из них указывает. Понятно. Ну, типа, от острова к острову плывём. И, типа, приплыли на один остров, узнали, как проплыть на следующий. И всё, понятно. А то я думал, мы прям реально какой-то предмет ищем. И отдаём ему. Блин, а чё-то торгануть здесь не с кем совсем. А вот, я не с кем. Ну-то, мало ли, может, я упустил. Сейчас на пылесошу кучу мусора. Ладно. Давайте ещё один остров сделаем. Господи, я надеюсь, они хотя бы не одинаковые. Такс, посмотрим, чё у нас тут-то. Вон, сразу пацаны меня ждут. О! Подводное течение водной стихии. Этот остров находится под воздействием проходящего под ним магического подводного течения. На острове можно встретить столпы стихий. Существа, находящиеся в радиусе 30 футов от них, получают устойчивость к огню. Время от времени на острове в случайных местах возникают водовороты радиусом 10 футов, наносящие урон всем попавшим в них существам. Ага, дробящие уроны и урон холодом. Ясно, понятно. Вообще, посрать. Ты не сможешь помочь с моим пулеметом. еще где ловушка они тоже хиленькие ничего особо из себя не представляют побольше кладоискательник роман не смог найти сокровища красиво у него даже вот аватарка интересная он там в короне какой-то весь такой белый вот Вау. Так, а че, кто? А, вот этот еще остался. Ой-ёй-ёй-ёй. Ну ладно, ступил на одну ловушку. Ничего страшного. Ничего полезного. Еще даже у этого, у главного кладоискателя, ничего полезного. Да. Так себе ты кладоискатель, дружок, конечно. Здоровки. Ну ладно, ходите первыми, так уж и быть. Не, ну ладно, я схожу. Вы тут вдвоем отдыхаете? Где остальные? О, можно было еще в это вот дунуть, но ладно. А, до этого ты не дотянулся, да? Однако, не дотянулся, но... малеха не хватило. Очень страшно. А, на нежить не действует. Ну и ладно. Время sharing your treasures. Cover me, alright? Все, что ли? Получил хорошее. Заканчиваем. Ну что, кто-нибудь возьмите? Алло. Ладно. Давай в бартер разеке. Распелся он тут, увидите ли. Все, без ля-ля. Заканчивай их от меня. Ну, блин. Не держи. А где он? Ассасин-ученик. Заныкался собака. Заныкался собака. Ну, ничего, найдем сейчас его. Вон ты где. У вас тут двое. Ну, один уже пуганулся. Ну, так себе из тебя. Ассасин, конечно. О. Пойду, кромсать вас. Еще одна ловушка. Сейчас все подключаем. А это что такое? А это что такое? Да. Да, вот. Теперь башка там это не подсвечивается больше. Так, давай. У тебя там тоже какие-то волшебные кинжалы. А, этих я уже обобрал. Я не халтер. Так, еще очередная комната, где можно статую подвигать. Эти борьбы никогда не прекращаются. Чтобы бороться с моими друзьями. Никакой благослови, без риска. История, руководит мою штуку! это оказывает о ничего себе 30 единиц уроном не занесли запишите видеть ой и страх тупыми голем это же конструкция странно что мы так хорошо попадаем видимо все таки разница в уровне кто управляет на чё-то что он пока дойдет однако дошел ух ты вот это серьезно уже вот это глядите че делают а этот еще the light Насколько времени? Вдох на свои чудеса! Вдох на свои чудеса! Угу. Нарушечка. О! Какой-то местечок. Причем, на удивление, именно у Тигера прошли все эти проверки. Хотя я ему, да, я же ему внимание накачивал, я вспомнил. Так что да, у него, в принципе, нормально с этим должно быть. Так, Сталик засеял, а? Так, а ловушка-то где? Разминируется. Че, че за провал, за провал по атлетике, я не понял. Ты опутан, что ли? Че, лупань, куда она идет? А, все, увидел. Ух ты, эти ловкие кулаки. Но... Одна херота. Че, ничего нет? Проверок внимания нет. Нет. Я буду guide вас. Интересно, была ли похожая секретная комната в предыдущей локации. Не люблю я таких противников, конечно. А что-то нам намекают в соседней комнате. Че, спасибо. Заби или запи? Пинапол? Моттенберг? Может быть трэп? Может быть трэшер? Укол. Пропарай себя! Ну, alright, шоу. Эх, через ловушку бежать. Однако не попал. Прикольно. Я даже удивлён. Я за вас даже ходить не буду. Атака! Угонём пацанов немного. Чтоб не забывались. Прикольно. Эх, не вытягиваемся. Ну ладно. Заселись, а он уже чисто на пассивках отличил. Даже не впарился. Тесна! Угоню мою руку! Так, а это что за хер где он? Мммм, он ты где? Отправлю-ка я к тебе, Айво. Ну ты там пуганный уже, наверно. Да, он пуганутый. Пуганутый. Да, он стал пуганом. Пуганетый. И заканчиваем. И стык, давай. Уходи и брать твои, вовленья! Всё! Это всё. Господи. Я не буду спрятаться от моего пути. Да ты? Тоже ничего такого серьезного. Так, ну давай тогда сюда и все. А до этого ты не дотянулся, да? Жаль. Что за два скелетона? А, эти. Ну, прижмем их тогда, чтобы атаковать не могли. Опаньки. Че вы к тигеру пристали, э? Вот и все. Лежать, валяться. Вот и все. Что-то там вдалеке пукает. Ну, давай, что-то там. Ух ты, как ты можешь. Ух ты, как ты можешь. О, а че у меня конь так резко увеличился? А, я знаю, у меня закончилось действие увлечения животного, и там этот гигантизм сработал. Опа. Это че? Это офигеть. Вот это скотина. Он набафал там из-под тишка. Они стоят, тут его долбят. Ух ты, сапоги эльфийского народа. И в чем у них эльфийского? Вау, подвижность. Что ж до первого магазина их подвижность сохранится? Потом она будет конвертирована в деньги. Да. Ну, в общем, нечего здесь больше делать. Такие вот острова, такие вот сокровища. Тихо. Какие сокровища, такие острова. Ну, для первой серии, наверное, достаточно. Походили, посмотрели. Пока легко идет. Сюжета сильно много не дают. Вначале только так рассказали. Ну, видимо, там плюс-минус какой-то сюжет дадут только в самом конце, когда мы добежим до самого последнего острова. А так придется перебиваться кучей этих говнобоев. Эх, хе-хе-хе-хе. Вот, так что на этом закончим. В следующей серии продолжим. Я за кадром там сейчас схожу, продам это все говно. А так что на этом прощаемся. И до скорой встречи. Продолжение следует...